В Люберецком дворце культуры состоялся финал 12-го ежегодного фестиваля эстрадной песни «Приди и пой». В музыкальном конкурсе приняло участие порядка 120 юных исполнителей и коллективов. Лучшие из них боролись за гран-при. На этот раз мероприятие было посвящено Году экологии. Они уже прошли все отборочные этапы, а теперь борьба за звание победителя. Из 120 вокальных коллективов и сольных исполнителей финал ежегодного открытого фестиваля «Приди и пой» прошли только лучшие. Мне кажется, это очень важное дело, когда мы можем найти на нашей земле таланты и дать им какую-то дорогу. Потому что это самая главная задача фестиваля эстрадной песни нашего района. В конкурсе несколько номинаций «Песни современных композиторов», «Зарубежный шлягер», «Ретро», «Песни военных лет», «Народные песни». В этом году появилась еще одна номинация «Как прекрасен этот мир». Она посвящена Году экологии. Пропаганда бережного отношения к природе объединила артистов разных возрастов со всех концов Люберецкой земли. Наш фестиваль – это уже история. Мы перекочевали из Люберецкого района в городской округ Люберцы. Поэтому песня, как мы сегодня говорили, объединяет нас, творчество нас делает взаимней, дружнее. Все 12 лет фестиваль «Приди и пой» поддерживает поэт-песенник Александр Шаганов. На этот раз он снова взял на себя ответственность быть председателем жюри. Однако не отказался выступить перед конкурсантами со своими стихами. За очистку, что все разживет, что однажды в апреле Гагарин совершил свой высокий полет. И боялся, что все эти струны придумывают по нашу замечательную город Люберцы. Результаты 12-летнего существования «Приди и пой» – это состоявшиеся артисты, выступающие на праздничных городских мероприятиях. Это ребята, поступившие в лучшие музыкальные вузы страны. Люберецкие звездочки, которые зажглись на этом фестивале. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.